За круглым столом руководство города, директора муниципальных предприятий и лидеры городских общественных объединений. На повестке дня злободневный вопрос – экономическая ситуация в республике, удержание 30% бюджетных зарплат и пенсий. В Минэкономразвитии отмечают падение объемов производства за 7 месяцев года на 10% по сравнению с прошлогодним периодом. Предприятия, осуществляющие внешнеэкономическую деятельность, несут убытки. Но в случае отпуска рубля в свободное плавание потери понесет население. В настоящее время политика сдерживания курса рубля является основной. Почему? Потому что у нас социально ориентированное государство, потому что у нас структура населения такова, что большое количество людей с невысокими доходами и как раз-таки девальвация рубля в первую очередь ударит по таким категориям населения. Можно включить станок и напечатать деньги, говорят на встрече. Но в этом случае специалисты прогнозируют обесценивание рубля от 200 до 300%, а значит покупательская способность населения упадет в 2-2,5 раза. Приходится выбирать – платить регулярно, но с долгом или отдать всю сумму, которая в пересчете обесценится. Непопулярная мера по депонированию 30% заработной платы и пенсии, она сейчас честнее и справедливее, нежели напечатывание денег и раздача денег людям. Потому что в конечном счете, в обозримой перспективе на эти деньги люди не смогут купить тот набор товаров и услуг, которые они могут купить сейчас, даже имея на руках минус 30%. И тут вопрос из зала – можно ли произвести взаимозачет на оплату коммунальных услуг пенсионерам. Но здесь выбор еще сложнее – платить или иметь перебои в поставке воды, света или газа. Если деньги не будут поступать, а фактически проведение взаимозачетов предполагает отсутствие поступления денежных средств, то эти компании не смогут проводить банальный ремонт водоснабжения, электроснабжения. И в итоге, как говорится, без 30% пенсии с учетом долга жить действительно плохо и сложно. Это не есть хорошо, это не популярная мера, но это вынужденная мера. Но без воды и без света жить еще хуже. В завершение разговора участники встречи единогласно поддержали проводимую политику государства по сдерживанию курса рубля. Замминистра экономразвития подчеркнул, по мере выправления экономической ситуации, обязательства перед населением по выплате зарплаты пенсий будут выполнены полностью. Не зря говорят эксперты. За каждым кризисом следует период стабилизации и роста.